Это правдивая история, хотя она может показаться сюрреалистической или романтической фантазией, а творческий подход необходим в любой сфере. Моя подруга – иммиграционный лоер. Я очень ей завидую, потому что к ней в офис приходят самые неправдоподобные истории. Она помогает обосноваться людям в стране их мечты. Я уверена, что вы в последнее время слышали много ужасных вещей про Америку, но в любом случае это по-прежнему самое желаемое место для амбициозных людей с необычными способностями. Нравится вам это или нет? Здесь все улыбаются знаменитой американской улыбкой и неважно, может быть грустно внутри. А этот вежливый вопрос – как дела? Без интереса к вашему ответу. Ответ может быть только один – нет выборов. Все замечательно, другие вопросы и ответы неуместны. На прошлой неделе к моей подруге пришла женщина, она только вышла замуж. У ней был дизайнерский наряд из Century 21, поддельная сумка Birkin синего цвета. Она спросила с четко выраженными брайтонскими интонациями. Мне 40 лет, моему мужу 80. Что будет лучше для моего интервью на грин-карту, если он поживет дольше или скоро умрет? И моя подруга отлично знает свое дело и не эмоционально. У нее обычно есть ответ на любой вопрос, каким бы неожиданным он ни был. Но есть такие редкие, ситуации, в которых даже при ее опыте она теряет невозмутимость и холоднокровие. Вот однажды к ней пришла клиентка, которая хотела получить грин-карту на основе своих экстраординарных способностей. Она появилась в офисе моей подруги в черном костюме, в туфлях Луботин, на высоких каблуках, с портфелем огромным, профессиональных фотографий. Она была не просто красива, она была уверена в своей красоте. Моя подруга описала ее как человека, который не только знает свою цену, но и готов защищать свои интересы. Некоторые люди могут быть такими мягкими, пушистыми, а у некоторых есть такие невидимые иглы, выходящие везде. И к таким клиентам нужно относиться осторожно, иначе можно пострадать. И вообще хорошие миграционные адвокаты должны быть психологами, иметь определенный контакт с клиентом. Адвокат должен вдохновить клиента на выполнение своей мечты в жизни, в мечте об американской свободе. И искренне верим в мечту, но это должно быть тоже в рамках закона. И моя подруга считала, что она вообще потеряла способность удивляться, но когда она увидела фотографии, она не поняла вначале, что она на них увидела. Тогда клиентка ее спросила, а можете ли вы взять что-то длиннее, чем 30 сантиметров в ваш рот? Все фотографии были сделаны с большим мастерством. Они точно демонстрировали экстраординарные способности. Некоторые были цветными, некоторые были черно-белыми. Сверху, снизу, в дополнение к этому навыку в портополию входило другие части тела, помимо рта. И вообще это был похож на балетный танец с секс-игрушками. Моя подруга быстро получила образование о различных возможностях, которые могут предложить игрушки в танцы с другими партнерами, с чувствами ее красивого тела. Это было очень волнующе. И эта клиентка была российской порно-звездой, которая планировала пустить корни в американской земле. Она рассказывала о своих талантах и была крайне горда своими достижениями. Она была родом из маленькой деревушки в Сибири, и теперь она находилась здесь в Нью-Йорке. Ее ставка была одна из самых высоких в отрасли. Она останавливалась только в роскошных отелях и путешествовала только на яхтах и частных самолетах. Часть ее истории была доказательством ее профессионального успеха. И моя подруга заметила, что в ее голове засучала такая мелодия из детства. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Она такая была вот елочка с иголочками. И моя подруга представила свое судебное выступление. Она скажет судье, ваше превосходительство. Я представляю мою клиентку, которая страдала от унижений и преследований в России из-за ее выдающихся способностей. И Россия не уважает людей ее профессиональной ориентации, поэтому она ищет возможности переехать в страну свобод. Ну, моя подруга такое, конечно, себе представить могла только в голове. Она извинилась пред клиенткой и вышла и решила позвонить мне. У меня всегда есть план. Я ей сказала, нет, ты не сдаешься. Специалист такого калибра редкость. Если ты правильно сформулируешь, то эта история может выглядеть вполне легальной. Но подруга начала мне тогда читать правила получения грин-карты О1. Она сказала, что нужно представить определенные материалы, такие как получение национальных международных премий или наград за выдающееся достижение. И я попробовала сыграть роль порнозвезды. Сказала, мой образ жизни – это сама по себе награда, и услуги мои только подходят для очень известных и хорошо обеспеченных клиентов. Они должны иметь частные яхты или самолеты. И я не участвую в общественном транспорте. Второе – членство ассоциаций в своей области, которые требуют выдающихся достижений от клиентов. Я спросила, это профсоюз или гольф-клуб? Что они имеют в виду? Я пыталась адаптировать правила на бумаге к реальной ситуации. Третье – было публикацией в профессиональных или крупных торговых изданиях или средствах массовой информации. Я говорю, можно сделать интервью в журнале «Космополитен», что-то вроде практических советов для соблазнения мужчин. Четвертое – факты о том, что вас приглашали оценивать работу других людей, а также в составе жюри. Я говорю, жюри, коллеги-сексработники, ну, трудно. А оригинальные научно-исследовательские, художественные, спортивные или деловые вклады, имеющие важное значение для отрасли. Я говорю, ну, в этом смысле она является ученым, скорее всего, психологом, авторством научных статей или профессиональных и крупных изданий. Она может написать о вызовах своих профессий и как с ними справиться. И нужно доказательство того, что ваша зарплата или другое вознаграждение значительно выше, чем у других в отрасли. Это последний фактор. Я говорю, ну, это легко, у нее есть лист ожидания, рекомендации. Ну, я уверена, что она может представить много рекомендаций. Вряд ли, конечно, кто-то даст их официально. Ну, мы пошутили на эту тему. Моя подруга вернулась в офис, порнозвезда смотрела в окно, там высвечивала статуя свободы. Она выглядела такой грустно-опустошенной, и в плодах не было никакой жизни. И моя подруга почувствовала к ней острую жалость. И в этот момент клиентка была больше похожа на новогоднюю елку, которую выкинули после праздника. И она подумала, да, действительно, ей нужна свобода без унижений, может быть, какая-то другая жизнь. Официально моя подруга сказала, так как вы имеете неординарные способности с глотанием предметов больше 30 сантиметров, это находка для шоу-бизнеса. Если вы сможете представить ваши способности в другом виде, например, как глотание мечей и шпак, принесете мне доказательства вашего успеха на этом поприще, я согласна представлять ваше дело в суде. Такая ситуация. Мы продолжали смеяться над этой историей, мы обсуждали некоторые аспекты жизни порнозвезды. Я говорю, вероятно, она также себя чувствует, как люди, работающие на заводе, так отстраненно выполняя свою работу. И эта профессиональная ориентация заковала ее сердце в бронежилет. Она, наверное, не испытывает никаких эмоций по отношению к другим людям, она сосредоточена только на себе. Ее тело источник ее дохода. А иначе как же можно продолжать эту работу? Но прошло несколько месяцев, и моя подруга получила запрос на еще одну консультацию от той же клиентки с выдающимися способностями. На этот раз она договорилась прийти со своим мужем, известным модным фотографом. Клиентка с выдающимися способностями выглядела совершенно иначе, чем в прошлый раз. Она была одета в джинсы с модными дырками на коленях и футболки с надписью «В Питере Пить». И в этот раз звезда своей индустрии не имела никаких невидимых острых иголок и не выглядела, как елка после праздников. В ее глазах была жизнь, интерес, потом задержала ее за руку, и каждое движение глаз показывала, как они сильно любят друг друга. Она продолжила свой рассказ. После ее последнего визита к моей подруге, она начала искать высококлассного специалиста, которому мог представить ее искусство глотания мечей в фотографиях. Через различные социальные сети она вышла на фотографа и назначила фотосессию. Она всегда выбирала только лучшего из лучших. Он был очень популярен и занят. Он был известен как создатель модных образов, похожих на театральные представления. Он мог использовать самые непривлекательные объекты и странные сценарии, чтобы спеть свою песню о красоте. Это была словно сказка. Наша звезда с необычными способностями. И театральный фотограф просто наслаждались тем, что они делятся историей своей любви. Она пришла в студию в Бруклине, где он работал. У нее была коллекция мечей для выступлений и портативный шест для танцев. Она придумала интеграцию гимнастики, танца на шесте и экзотического искусства глотания мечей, чтобы произвести впечатление на иммиграционные власти. Звезда объяснила свою идею фотографу, и он просто на нее смотрел без моргания. Он попросил показать ему свое выступление. Она закрепила шество во студии в Бруклине, достала мечи, нашла музыку в iTunes и начала выступать. После того, как она проглотила свой первый меч, он встал, схватил ее за волосы и начал целовать. Прошло пять месяцев, и они еще не могут насладиться друг другом. Он сделал ей предложение спустя недели. С тех пор они не расставались ни один день. Порно-звезда не хотела сразу соглашаться. Она ждала сколько могла, пока виза ее почти не истекла. Моя подруга слышала такие истории миллион раз. Америка полна мечтателей. Она вся построена на мечтах. У порно-звезды был такой же портофолио, как и в прошлый раз. И она открыла его на столе моей подруги. И вот оно в черном и белом цвете, сверху и снизу. Порно-звезда моет посуду, складывает одежду в прачечный, гуляет по песку на пляже Брайтон-Бич с сандалями в руках, спит на его коленях на скамейке в парке. Рассматривая эти фотографии, мою невозмутимую подругу просто накрывали волны их любви. Сказал, что фотограф стягивает вас в их простую теплую рутину. А подруга посмотрела на это портофолио и спросила, зачем им нужны ее услуги. Ситуация была явно легитимная. Они могли пройти собеседование без ее подготовки. Когда твоя подруга рассказала мне эту историю, она сказала, Америка и свобода улыбнулась ей. Я сказала, да, но на этот раз это была не широкая зубастая улыбка, а скрывающая угрюмость неисполненных мечей и разочарованных ожиданий. Америка улыбнулась ей глубоким любящим образом. И на вопрос, как дела, теперь имеет несколько вариантов ответа на них. Они действительно интересуются подобным ответом на вопрос друг друга. В общем, физическая, эмоциональная радость или страдание или свобода имеют совершенно другой оттенок, если им можно поделиться с близким человеком.